добрый вечер друзья у меня сегодня такой день был почти выходной смысле от видео я как-то ничего не написал но по дороге домой я подумал что мы вот о чем поговорим сегодня мы поговорим о ненависти в наших сердцах мы поговорим о хейтерах потому что те из нас кто общается в социальных сетях а мы с вами как бы все общались вот мы смотрим это видео в ютюбе да значит мы тоже в какой-то вот социальной сети такой где видео во всех остальных мы видим очень много ненависти проявление ненависти блогеры видят но вы тоже видите да но то что видит блогер например это может быть раз в 10 больше чем видно вам потому что есть много способов там до блогера добраться как-то еще так что вот не не вне очень видно всем остальным и вот начнем вы знаете с чего мы начнем того что я слушал одного тут очень вдохновляющего на мой взгляд раввина и он так между делом но рассказал интересную вещь значит вы знаете что вот есть такая синайская пустыня есть гора синай да так вот в переводе с ибрита сина и синай в частности это ненависть мы бы на английский язык перевели как хейт да она русский вот как ненависть и странно как же так что что произошло такое страшное название и на горе ненависть да бог дал ветки завет дал тору своему народу что это на самом деле в ибрите при том что мы переведем это слово как ненависть да ибрите смысл слова другой это как бы обрыв связей дисконнекшен да вот я по-английски вы сказали бы дисконнекшен то есть мы может быть коннекта да может быть дисконнекта отключили отключение в эти мы отключились от чего мы отключили от чего отключился народ мы все бродя по пустыне и вот я к чему клоню я хочу сделать вывод из этого далеко идущий что ненависть и это когда человек от чего-то отключился он не просто так ненавидит это значит что он в отключке находится что такое здоровый человек здоровый дух здоровое тело вообще здоровое общество это общество или это человек в котором все потоки как бы да на месте ничто ни от чего не отключено нигде ничего не заблокировано кровь движется по кровеносным сосудам если начнется блокировка где-то крови да мы получим больного человека а может быть и мертвую то же самое там дав лимфа движется нервы нервная система значит там передается возбуждение по нервам по нервам до движется если у нас перебьет нерв например да мы можем получить человека у которого чего-нибудь не движется вообще но это мы говорим про физическое то что можно пощупать вот там скальпелем порезать и так далее но сегодня то мы мы понимаем что мир движется значительной степени силами которые нельзя увидеть глазом нельзя увидеть глазом там допустим атом и и даже молекулу не всякую можно увидеть глазом эти но хорошо можно того сейчас микроскопы появились там молекулу какую-нибудь можно разглядеть но не всякую невидимы многие я не знаю там объекты во вселенной невидимы радиоволны вот мы пользуемся сотовой связью разве мы видим что-то кроме самого устройства как это все происходит я это к чему уклоню потому что человек это не исключительно вот это тело которое можно пощупать или там ножиком борец я же еще душа невидимая вот глазом душа не видно и там тоже какой-то обмен идет идет энергия бать идет энергия туда идет энергия сюда если в душе у человека вот это рассоединение произошло этот дисконект то был получается больной человек причем ненависть как отключение страшные явления имеют ненависть как рак она захватывает человек у него ничего больше уже не остается начинается кусочек маленький когда бабах 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 и и уже там человека не осталось нет человеческого образа я я это вижу в таких количествах вы не представляете уже мне достается от вот этих вот хейтеров и я вижу эту эволюцию я вижу как человек вроде бы адекватный был там комментарии какие-то писал потом что-то там по мелочи потом крупней потом я его забанил потом он выныривает какой-нибудь помойной яме и его уже узнать не это и сессовец настоящий озверевший потерявший вообще всякий человеческий облик вот не знаю как это но человек конечно тут есть тонкость одна дело в том что мы все живя в обществе в той или иной то есть человеческом а в той или иной степени как бы подвержены какой-то обработки вот по-английски мы бы скажем и кондишин вот обществом и внешний мир и человек улыбается он образованный он вежливый там что-то его его общество с таким сделал но когда он попадает в ситуацию в которой ну что-то неожиданное произошло произошло какой-то удар судьбы какой-то кризис я не знаю что и вдруг он интеллигентный вежливый человек начинает кричать там биться в истерике там хватать кого-то душить там или что-то такие вот он становится тем кто он есть без того что общество на него наложило а есть люди на которых общество особо ничего и не накладывало они всегда такие пойти и вот люди пишут комментарии очень часто вот человек с чем-то не согласен он начинает со слов что это что за бред давайте он начинает с таких слов я когда вижу я удаляю потому что мне мне уже не важно что он там сказал скажет дальше по содержанию мне просто вот эта форма хамская безобразно она неприятная просто это удаляю сейчас это недостойно нашего канала но я вспоминаю в этот момент каждый раз анекдот как зэк вышел на волю отсидев свой срок значит идет и видит в песочнице деточка маленькая значит ну там копается в песочке и зэк он растрогался ему хотелось что-то ласковое деточки сказать и он разлыбался вот он подходит и говорит деточки балдеешь падла знаете он не мог по-другому вот он походит и говорит бред это другое это не хейт не ненависть это он просто вот так ну как сказать вот ну выражается так вот как людей с матом ругаются есть люди которые просто так говорят вот они просто так говорят когда мы говорим про людей которые с ненавистью и ну вот на них общество не подействовало сильно понимаете и они не прячутся или скажем так они может быть прятались бы если бы они писали от своего имени в комментарии с фотографией там с местом работы должностью там и так далее они то так они они это совершенно другие люди никто практически не пишет дрянь от своего имени они боятся они не могут потому что сразу ты попадаешь в общество общество тебя какие-то рамки всегда загоняет а тут нет рамок ты становишься первобытным таким скотом животным и вот дальше пожалуйста всем все можно вот поэтому чё я хочу сказать то я клоню на самом деле это не к тому что есть эти хейтеры не к тому что есть люди у которых человеческий образ практически отсутствует в том виде в каком общество их не запугало если им страшно это одно а если не страшно то совсем другое но я говорю вот о чем я про нас с вами говорю до хейтеров мне дела нет а вот до нас с вами я я думаю а мы вот я сам я сам я как а у меня в сердце есть ненависть а я что я может быть задавливаю в себе да вот я может быть виду не подаю а может быть она там сидит а если она вам не сидит вот вы себя спросите а у вас сидит значит если она сидит значит там какая-то блокировка значит эта блокировка которая происходит на уровне души она в какой-то момент легко и запросто выползает наружу и становится проблемой физической понимаете вот есть там фраза за что все болезни от нервов вот оттуда пошло и поехала и здорово здоров ли наш дух я протела не говорю это вам понятнее хотя может быть если с телом что-то может быть это за души надо начинать но я призываю нас всех вот кто на меня слушает увидеть вот эту перспективу я я думал на эту тему и и как-то меня вот зацепило вот это вот этот аспект меня зацепил столько ненависти вокруг стоков столько возможностей стало в этом виртуальном мире зацепить живого человека сказать ему гадость отравить поразить понимаете пробить ему эти защитные оболочки его энергетические влезть к нему туда и может быть в нас сидит вот эта зараза который нам чужая энергия которая к нам приперлась туда и нам теперь покоя не дает и и сидит у нас в душе у нас в сердце у нас мысли и нас изнутри разъедает вот вот я об этом я думаю что вот это уродство которое мы наблюдаем общественное в виде этих вот хейтеров да мы видим каналы мы видим веб-сайты созданные подонками для дегенератов и они нашли друг друга и они там как-то общаются и вопрос но мы то что а мы должны увидев это спросить себя нет ли в нас место вот этому и если есть это болезнь ее надо гнать оттуда вы выгонять из себя понимаете то есть нужно через что выгонять вот через как сказать через то чтобы подключиться да но если там дисконнект если там разомкнулась значит надо замкнуть вот так я не буду дальше там идти в эту сторону но вот призываю задуматься о том где у нас с вами там разомкнуло и может быть можно как-то снова подсоединить счастливо